Добрый вечер. Сегодня бы хотелось продолжить чтение книги Александры Араповой, дочки Натальи Николаевны Пушкиной Ланской, ее воспоминания. Глава третья. Гений Божественной Искры, перерождая ум и сердце человека, возносит избранника высоко над толпой и тем самым не дозволяет применять к нему усвоенную мерку и властно ставит его как бы выше признанных законов, условий и понятий всеобщей нравственности. В Пушкине часто сказывалась необузданная кровь африканского деда, и женитьба, несмотря на искреннюю, сильную любовь к жене, не могла совладать с его странными порывами. Нелегко было юной, неопытной Наталье Николаевне свыкнуться с новой обстановкой, с чуждыми ей людьми. Единственным близким человеком была у нее тетушка Екатерина Ивановна Загряжская. Она всей душой привязалась к Наталье Николаевне, но, проникнутая правилом, слепого повиновения молодежи старшим, она напускала на себя требовательную строгость для вязшего сохранения своего авторитета. Пушкин поспешил вести жену в семью Карабзиных, и тут, прикретая и обласканная женой историка, она обрела непоколебимые дружеские связи, послужившие ей твердой опорой, годиной испытаний и так благодарна, оберегаемой ею до самой кончины. У них-то во время своих пребываний летом в царском селе проводила она вечера в кругу развитых собеседников, заглушая насущные заботы и развлекая свое частое одиночество. Из переписки, равно как из достоверных данных биографии Александра Сергеевича, выступает красной нитью его постоянная тревога о денежной нехватке и неизбежности долгов. Считать он не умел. Появление денег связывалось у него с представлением неиссякаемого пактола, и быстро пропустив их сквозь пальцы, он с детской наивностью недумевал перед совершившимся исчезновением. Карты неудержимо увлекли его. Сдаваясь доводом рассудка, он зачастую давал себе за рог больше не играть, подкрепляя это торжественным обещанием жене. Но при первом подвернувшемся случае благие намерения разлетались в прах, и до самой зари он не мог оторваться от зеленого поля. В эпоху предшествовавшей женитьбе, когда потери достигали слишком значительной суммы, он брал авансом у издателя необходимые доуплаты, и распростившись с кутящей компанией удалялся Михайловская, где принимался за работу с удвоенной энергией, обогащая Россию новыми драгоценными творениями. Впоследствии способ этот стал непригоден. Расставаться с обожаемой женой сил не хватало. Увозить ее с собой то беременной, то с малыми детьми было затруднительно или прямо невозможно, и материальная стеснительность стала почти постоянной спутницей семейного обихода. Часто вспоминала Наталья Николаевна крайнюю испытанную ей с первых шагов супружеской жизни. Бывали дни после редкого выигрыша или крупной литературной получки, когда мгновенно являлась в доме изобилия во всем. Деньги тратились без удержи и расчета. Точно всякий стремился наверстать скорее испытанное лишение. Муж старался не только исполнить, но предугадать ее желание. Минуты эти были скоротечны и быстро сменялись полным безденежием, когда не только речи быть не могло о какой-нибудь прихоти, но требовалось все напряжение ума, чтобы извернуться и достать самое необходимое для ежедневного существования. Некоторые из друзей Пушкина, посвященные во его денежное затруднение, ставили в упрек Наталье Николаевне увлечение светской жизнью и изысканность нарядов. Первое, она не отрицала, что вполне понятно и даже извинительно было после ее затворнической юности, нахлынувшего успеха и родственной связи с аристократическими домами Натальи. Наталья Кирилловна Загряжская из Троганова, где под тогдашним понятием ей прямо обязательно было появиться, но всегда упорно отвергала она обвинения в личных тратах. Все ее выездные туалеты, все, что у нее было роскошного и ценного, оказывалось подарками Екатерины Ивановны. Она гордилась красотой племянницы. Ей придворное положение способствовало той благосклонности, которой удостаивала Наталью Николаевну царская чета. А старушку тешила при ее значительных средствах, что ее племянница могла поспорить изяществом с первыми щеголихами. Она не смущалась мыслями, а, вероятно, и не подозревала даже, что этим самым она подвергает молодую женщину незаслуженным нареканиям и косвенно содействует складывающейся легенде о ее бессердечном кокетстве. Несмотря на свое личное пренебрежение к деньгам, когда она становилась чересчур жуткой и все ресурсы иссякали, Александр Сергеевич вспоминал об обещанном и невыплаченном приданном жены. Присходил обмен писем между ним и Натальей Ивановной, обыкновенно не достигшей результата и порождавшей только некоторое обострение их отношений. Кончилось с тем, что теща в доказательстве своей доброй воли исполнить обещанное прислала Пушкину объемистую шкатулку, наполненную бриллиантами и драгоценными парерами на весьма значительную сумму. Несколько дней Наталье Николаевне пришлось полюбоваться уцелевшими остатками гончаровских миллионов. Муж объявил ей, что они должны быть проданы для уплаты долгов и разрешил ей сохранить на память только одну из присланных вещей. Выбор ей становился на жемчужном ожерелье, в котором она стояла под венцом. Оно было ей особенно дорого, и несмотря на решения и постоянные затруднения в тяжелые годы, в добство, она сохраняла его, и только крайность заставила его продать графине Воронцовой-Дашковой, в ту пору выдававшей дочь замуж. Не раз вспоминала она о нем, со вздохом прибавляя. Промаяться бы мне тогда еще шесть месяцев, потом я вышла замуж, острая нужда отпала навек, и не пришлось бы мне с ним расстаться. Трудности собственной жизни не могли заглушить сердце Натальи Николаевны сострадание горькой доли близких. Она часто думала о старших сестрах, мысленно переносясь в знакомую обстановку, а письма, получаемые от них, еще усугубляли мрачность картины. Подозрительность и суровость Натальи Ивановны все росли с годами. Ей становилось в тяжесть жить под одном кровом с сумасшедшим мужем, ненавидящим ее всем пылом былой любви. Теперь уже являлась возможность сложить эту обузу на плечи возмужалых сыновей. А ей самой отдохнуть от постоянных незгод в родном Иеропольце. Помехой этому плану оказывались только дочери. Всякий был бы вправе осуждать ее за то, что она хоронит их лучшие годы в деревенской глуши. И этих соображений было достаточно, чтобы вымешивать на неоповинных девушках накипевшую горечь. Якорем спасения являлась всем Наталья Николаевна. Не знаю, зародилась ли эта мысль в ее чутком сердце, уступила ли она их пламенному желанию. Но результат оказался в согласии с Пушкина выручить своячниц из тяжелого положения, приняв их обоих под свой гостеприимный кров. Вероятно, этому решению много способствовало побуждение прекратить одиночество, выпавшее на долю жены и в первое время тоскливо переносимое ее. Когда вдохновение сходило на поэта, он запирался в свою комнату, и ни под каким предлогом жена не дерзала переступить порог, тщетно ожидая его в часы завтрака и обеда, чтобы как-нибудь не нарушить прилив творчества. После усидчивой работы он выходил усталый, проголодавшийся, но окрыленный духом, и дома ему не сиделось. Кипучий ум жаждал обмена впечатлений, живость характера стремилась подскорей отдать на суд друзей и ценителей выстраданные образы, звучными строфами, скользнувшие с его пера. С рубкой мольбой просила его Наталья Николаевна остаться с ней, дать ей первое выслушать новое творение. Преклоняясь перед авторитетом Карамзина, Жуковского или Вяземского, она не пыталась удерживать Пушкина, когда знала, что он рвется к ним за советом, но сердце невольно щемило, женское самолюбие вспыхивало, когда, хватая шляпу, он со своим беззаботным звонским смехом объявлял по вечерам. А теперь пора к Александре Осиповне на суд. Что-то она скажет. Угольжу ли я ей своим сегодняшним трудом? — Отчего ты не хочешь мне прочесть? Разве я не понять не смогу? Разве тебе дорого, недорого мое мнение? Ее нежный, вдумчивый взгляд с замиранием ждал ответа. Ну, выслушивая эту просьбу, как взбалмошенный каприз милого ребенка, он с улыбкой отвечал. — Нет, Наташа, ты не обижайся. Ну, это дело не твоего ума, да и вообще не женского смысла. А разве Смирнова не женщина, да вдобавок и красивая? — живостью протестовала она. Для других не спорю. Для меня друг, товарищ, опытный оценщик, которому женский инстинкт пригоден, чтобы отыскать ошибки, ускользнувшие от моего внимания, или указать что-нибудь, ведущее к новому горизонту. А ты, Наташа, не тужи и не думай ревновать. Ты мне куда милей со своей неопытностью и незнанием. Избави Бог от ученых женщин, а коли они еще за сочинительство ухватятся, тогда уж прямо нет спасения. Вот тебе мой зарок, если когда-нибудь нашей Маше придет фантазия хоть один стих написать, первым делом выбори ее хорошенько, чтобы от этой дури и следа не осталось. И нежно, погладив ее понуренную головку, он с рукописью отправлялся к Смирновой, оставляя ее одну до поздней ночи со своими невеселыми ревнивыми думами. Хотя в эту отдаленную эпоху вопросов феминизма не было даже из-за родаше. Пушкин оказался злейшим врагом всяких посягательств женщин на деятельность в непризнанной за ним сферы. Он не пускал случая зло потрунить над всеми встречавшимися синими чулками. Ярый поклонник красоты, он находил, что их потуки на ученость и философию только вредят женскому обаянию. Мать так усвоила себе эти воззрения, что впоследствии они отразились и на мне. Помню, что 12 лет я написала заданное сочинение, которое так поразило моего учителя, что он счел долгом обратить на него ее внимание. Она, в свою очередь, показала его князю Вяземскому, который свято, оберегая старинную дружбу, был частым посетителем в доме. И он также не задумался признать в моем детском труде несомненность дарования. Это была только проза. Я не была дочерью Пушкина. Энергический рецепт его ко мне был неприменим. Но мать тогда же мне рассказала это шутливое норовоучение и его взгляд на женское авторство и ничего не сделала, чтобы развить появившееся во мне стремление. А может быть, заглохшая искорка на что-нибудь и оказалась бы пригодной. Возвращаясь к отношениям Натальи Николаевны к Смирновой, я добавлю, что хотя она и продолжала часто видеться и были на короткой дружеской ноге, пока Смирнова жила в Петербурге, но искренней симпатии между ними не было. Наталья Николаевна страдала от лишения того нравственного авторитета, которым Александра Осиповна завладела ее в ущерб, часто не щадя ее самолюбия. А последняя страстной натурой увлеклась Пушкиным, не только как поэтом, не находила в нем желанного отлика. Она, избалованная легкими победами, объясняла это только его пылкой страстью к жене, и это сознание накопляло в ее сердце затаенную зависть к счастливой сопернице. Этим только чувством объясняется тлеющее недоброжелательство, таким коварным светом озарившая личность жены Пушкина в мемуарах Смирновой. Наталья Николаевна вспоминала бывало, как в первые годы ее замужества ей иногда казалось, что она отвыкнет от звука собственного голоса. Так одиноко и однообразно протекало ее дни. Она читала до одуря, вышивала часами с артистическим изяществом, но кроме доброй, беззаветно преданной Прасковья, впоследствии выничавшей всех ее семерых детей, ей не с кем было перекинуться словом. Беспричинная ревность уже в ту пору свела гнездо в сердце мужа и выразилась в строгом запрете принимать кого-либо из мужчин в его отсутствии или когда он удалялся в свой кабинет. Для самых степенных друзей не допускалось исключения. Жене, воспитанной в беспрекословном подчинении, и в ум не могло прийти нарушить заведенный порядок. Появление сестер внесло в дом старую радостного оживления, струю радостного оживления, но в конце концов дорого пришлось ей за него расплатиться. И французская пословица «Благодеяние никогда не прощается» нашла в этом случае самое справедливое применение. Недаром говорила она всю жизнь окружавшей ей молодежи. Верьте опыту, самая крупная ошибка, которая может быть, это когда допустить между мужем и женою чуждых молодых людей, хотя бы из самых близких. Это верный источник постоянных недоразумений, влекших за собой горе и несчастье. Роль старшей сестры Екатерины Николаевны, трагически связанная со смертью Пушкина, стала историческим состоянием. Вторая же Александра Николаевна, проживавшая под кровью сестры большую часть своей жизни, положительно мучила ее своим тяжелым, строптивым характером и унесла немало огорчений и разлады в семейный обиход. Все, что напоминало кровавую развязку семейной драмы, было так тяжело матери, что никогда не призносила в своей семье не только имя Геккерен, но даже и покойной сестры. Из нас ее портреты никто даже не видел. Я слышала только, что далеко не красавица Екатерина Николаевна представляла собой довольно оригинальный тип, скорее южанки, с черными волосами. Александра Николаевна высоким ростом и безукоризненным сложением более подходила к матери, но черты лица, хотя и напоминавшие правильность Гончаровского склада, являлись как бы его карикатурой. Матовая бледность кожи Натальи Николаевны переходила у нее в некоторую желтизну, чуть приметная неправильность глаз, придающая особую прелесть вздумчивому взору младшей сестры, перерождалась у ней, несомненно, косой взгляд. Одним словом, люди, видевшие обоих сестер рядом, находили, что именно это предательское сходство служило в явный ущерб Александре Николаевне. Мать до самой смерти питала к сестре самую нежную и, можно сказать, самую самоотверженную привязанность. Она инстинктивно подчинялась ее властному влиянию и часто стушевывалась перед ней, окружая ее непрестанной заботой и всячески ублажая ее. Никогда не только слово упреку, но даже и критики не сорвало с нее языка. Одному боку известно, сколько она выстрадала за нее, с каким христианским смирением она могла ее простить. Названная в честь этой тети, сохраняя в памяти образец этой редкой любви, я не дерзнула бы коснуться болезненно жгучего вопроса, если бы за последние годы толки о нем уже не проникли в печать. Александра Николаевна принадлежала к многочисленной прияде восторженных поклонниц поэта. Совместная жизнь, увядавшая молодость, непрегретая любовью, незаметно для нее самой, могли переродить родственное сближение в более пылкое чувство. Вызвало ли оно в Пушкине кратковременную вспышку? Где оказался предел обоюдного увлечения? Эта неразгаданная тайна давно лежит под могильными плитами. Знаю только одно, что настойчиво, расспрашивая нашу старую няню о былых событиях, я подметила в ней при всей ее редкой доброте какое-то странное чувство к тете. Что-то недоговаривалось, чуялось не то осуждение, не то негодование. Когда я была еще ребенком, и причуды и капризы тете расстраивали мать, или поддавшись беспричинному непривязанному чувству к ему отцу, она старалась восстановить против него детей Пушкиных. У преданной старушки невольно вырывалась. Бога не боится Александра Николаевна, накажет он ее за черную неблагодарность сестре. Мало ей прежних козней, вновь в этой жизни и то покоя не дает. Будь другая, небось, не посмела бы. А наша-то, ангельская душа, все стерпит, только огорчение от нее принимает. Мало что простила, во всю жизнь не намекнула. Уже впоследствии, когда я была замужем и стала матерью семейства, незадолго до ее смерти я добилась объяснения, сохранившейся в памяти оговоров. Раз как-то Александра Николаевна заметила пропажу шейного креста, которым она очень дорожила. Всю прислугу поставили на ноги, чтобы его отыскать. Тщетно перешарив комнаты, уже отложили надежду, когда коммертинер, постилая на ночь кровать Александра Сергеевича, это совпало с родами его жены, нечаянно вытряхнул искомый предмет. Этот случай должен был неминуемо породить много толков. И хотя других данных обвинений няня не могла привести, она с убеждением повторяла мне, «Как вы там не объясняете, это ваша воля, а по-моему, грешна была тетенька перед вашей маменькой». Эта всем нам дорогая чудная женщина была олицетворением исчезнувшего с отменой крепостного права типа «преданный слуг», сливавшейся в единую плоть и кровь со своими господами. Прямодушие и правдивость ее вне всякого сомнения. Но суждение ее все-таки могло бы сойти за плод людских сплетен, если бы другой малоизвестный факт не придал особого веса ее рассказу. Сама Наталья Николаевна, беседуя однажды со старшей дочерью, о последних минутах ее отца упоминала, что, благословив детей и прощаясь с близкими, он ответил необъясненным отказом на просьбу Александра Николаевны допустить к ее смертному одру, и никакой последний привет не всмягчил ей это суровое решение. Она сама воздержалась от всяких комментариев, но мысль невольно стремится к красноречивому выводу. Наконец, когда много лет спустя, а именно в 1852 году, Александра Николаевна была помолвлена с австрийцем бароном Фризенгофом, за несколько времени до свадьбы она сильно волновалась, перешептывалась с сестрой о важном и неизбежном разговоре, который мог иметь решающее значение в ее судьбе. И на самом деле, после продолжительной беседы с глазу на глаз, с женихом, она вышла успокоенная, но с заплаканным лицом. И с наблюдательностью подростков дети стали замечать, что с этого дня восторженные похвалы Пушкину сменялись у барона резкими критическими отзывами. Вот все скудные сведения, сохранившиеся в семье об этом мимолетном увлечении. Если я решилась приподнять завесу минувшего, то исключительно ввиду важности для характеристики матери, ее постоянно проявляющейся незлобе, той сверхчеловеческой доброты и любви, которая проповедуется Евангелием и так мало применяется в жизни. Любви способны все понять и все простить. Годы пролетали. Время ли отозвалось пресыщением порывов сильной страсти или частой беременности, не отзывавшейся, впрочем, на рассвете пышной красоты, вызвали некоторое может статься самим неосознаваемое охлаждение в чувствах Александра Сергеевича. Но чутким сердцем жены следило, как с каждым днем ее значение стушевывалось в его кипучей жизни. Его тянуло водоворот сильных ощущений. Не утихой пристани разгорается божественная искра в пламенное творчество. Пересмотрите жизнь великих людей, и много ли найдется между ними таких, кто, добывая славу и бессмертие, не поплатился бы за них личным счастьем, а еще меньше окажется способных даровать его своим близким. Пушкин только зарею возвращался домой, проводя ночи то за картами, то в веселых кутежах, в обществе женщин известной категории. Сам, ревнивый до безумия, он до такой степени свыкся с софистическими теориями, измышленными мужчинами в оправдании их неверности, что даже мысленно не останавливался на сердечной тоске, испытываемой тщетно ожидавшей его женою, и часто смеясь посвящал ей свои любовные похождения. А она, тихая и кроткая, молча сносила все, Слова негодования, защита попранного права застывали на устах, и только пороганное святое чувство горькую накипью отлагалось взмученной душе. В долгие зимние ночи, проводимым мужем в беззаботном веселье, она в опустелом спальне томилась ожиданием, нервно прислушиваясь к отдаленному шороху. Часы монотонным звуком точно отсчитывали меру ревнивых страданий, напряженного воображения, набрасывал тяжелой или оскорбительной картиной, а жгучие слезы обиды и заметно капали на смятую подушку. И нагла глухие, сдержанные рыдания сквозь запертую дверь проникали в смежную детскую. Падут развонок. Живые шаги Пушкина раздаются в коридоре. Спешное раздевание сопровождается иногда взрывом его задорного смеха. Жизнерадостный, появляется он на пороге ее комнаты. Мигающий свет лампады у семейных образов не дает различить опухших век, а словно застывшие мраморные черты успешно скрывают душевную муку. «Что ты не спишь, Наташа?» – равнодушно спрашивает он. «А ты где засиделся? Опять у своей противной фрау Амалия, у строительницы ваших пирушек?» И голос выдал в резгливую ноту. «Как раз угадала. Молодец!» «Так вступай сейчас мыться и переменить белье, иначе не пущу». Он, отпустив остротую или шутку, повиновался. А она, женщины одни способны понять, что она испытывала, сколько трагизма скрывалось в этом самообладании. Всем спасибо за просмотр!